В эфире новости сейчас. Сейчас в студии работает Василина Карпова. Здравствуйте. И коротко о темах этого выпуска. Учения с условно пострадавшими перешли в реальные поиски погибших. Так прошли тренировочные сборы иркутских спасателей в Бурятии. Детали в первом материале программы. Короткое замыкание стало причиной пожара в Уссулии-Сибирском. Там сгорели пять дачных домов. Еще десять удалось спасти. Бульдозеры на страже безопасности в Братске с помощью тяжелой техники создают минерализованные полосы. Они помогают предотвратить пожары. Его нельзя трогать голыми руками. Черноголовая шпанка атакует картофель садоводов Иркутской области. Если не уничтожить жука, он может быть опасным и для человека. Тела двух любителей экстремального вида спорта обнаружили иркутские спасатели во время тренировочных сборок в Бурятии. Ежегодные учения по водной подготовке традиционно проходили на горной реке Ака в Акинском районе республики. Во время сплава сотрудники аварийно-спасательной службы при ангаре обнаружили перевернутую лодку. Незамедлительно начались поиски возможных пострадавших. При этом местную службу спасения, сообщения о пропаже людей или происшествиях не поступало. Неже по течению специалистам удалось найти тело первого погибшего через день второго. Оба оказались жителями Иркутска. Тела двух погибших эвакуировали с помощью вертолета. Группы там идут, естественно, должны быть подготовлены, на специальных судах подготовлены. То есть со специальными инструкторами, да, проинструктированы. Либо экипировка тоже соответствовала, должна быть. Это спа-жилеты, специальные спа-жилеты, которые именно позволяют идти в бурной воде, да, и именно в таких вот горах, ну, в порогах проходить. Обязательно должны быть шлема, наверное, на людях. Группы должны быть зарегистрированы, должны быть там у них открыты, ну, маршруты они должны пока свои обозначать. Протяженность водного маршрута составляет более 300 километров. Река не глубокая, однако течение там довольно сильное. К тому же немало опасных порогов. Именно это, по мнению спасателей, не учитывают туристы, отправляясь на отдых на неподготовленных лодках. Следователи будут решать, как наказать виновных в утечке химикатов в Уссули-Сибирском. Напомним, ЧП произошло на территории предприятия Уссулия Химпром 20 июня. По данным Байкальской межрегиональной прокуратуры, мне известные разгерматизировали одну из цистерн с надписью «Едкинатор» емкостью 75 кубических метров, содержащую химическое вещество. В результате окружающая среда была загрязнена хлористым водородом концентрацией 5 миллиграмм на кубический метр, что в 25 раз превышает допустимые нормативы для атмосферного воздуха и создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Проводится доследственная проверка по статье Уголовного кодекса «Загрязнение атмосферного воздуха». Санкции предусматривают штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или арест на срок до трех месяцев. Пять дачных участков полностью уничтожены в результате пожара в Уссульском районе. Происшествие случилось в 3 часа ночи в садоводстве здоровья. По предварительной версии возгорание возникло в одном из домов. Быстрому распространению огня способствовали плотные застройки и сильный ветер. Поэтому пожару присвоили высший номер сложности. Остановить пламя, тем самым спасти свыше 10 домов специалистам удалось спустя 40 минут. Жертв и пострадавших нет. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки. По прибытию наших подразделений на момент прибытия горело уже три дачных участка полностью охваченных огнем. Тушение осложнялось сильными порывами ветра, а также отсутствие водоисточников ближайших рядом и очень плотная застройка самого садоводства. В результате пожара у нас уничтожено 5 дачных участков с надворными постройками. Постройками пожар ликвидирован на 4 утра. Привлекалось 6 автосоцен и 16 человек личного состава. Площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 12 тысяч гектаров. По данным регионального МЧС, сегодня в Приангаре тайга горит на площади более 80 тысяч гектаров. Причина – большинство возгораний и сухие грозы. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в трех районах области. Это Устилимский, Керенский и Жигаловский. По информации регионального правительства, в борьбе с огнем накануне было задействовано почти 800 сотрудников различных служб и волонтеров. 202 единицы наземной техники, 4 вертолета Ми-8. Авиапатрулирование осуществляло 4 легкомоторных самолета и 3 самолета Ан-2. За сутки удалось ликвидировать огонь на площади 6400 гектаров. Это 18 крупных очагов. Пять очагов было потушено в Братске. Ситуация с лесными пожарами в северной столице Приангаре стабилизируется. В том числе благодаря профилактической работе. Так, в городских лесах создано 46 километров минерализованных полос. Какие еще способы борьбы с огнем применяют в Братске, расскажем в следующем материале. Техникой управлять очень легко, кстати. Это не то, что на советских бульдозерах куча рычагов и все прочее. А тут всего два джойстика. То есть, вообще, легкость в управлении. Алексей, машинист этого гиганта, рассказывает, на скорость продвижения бульдозера влияют рельеф и погодные условия. Многотонная машина снимает верхний слой дерна шириной в 4 метра. С помощью этого бульдозера делают минерализованные полосы. В случае пожара огонь через них не пройдет. В прошлом году эта машина прошла 122 километра. В том году был пожар. Вот, чтобы такого больше не было, вот сейчас мы отдадим минполосу. И надеемся, больше такого не будет сильного выгорания. С начала этого года минерализованные полосы созданы на 46 километрах лесного массива Братска. Сейчас машина работает в лесу у Порожского кольца. Подобные полосы уже созданы около детских оздоровительных лагерей и санаториев. В лесных массивах Братска. Работа тяжелой техники измеряется не только пройденными километрами, но и количеством возгораний. Их в городских лесах в этом году еще не было. С начала весеннелетнего пожароопасного периода 2018 года в лесах города пожаров не зарегистрировано. В этом году была проведена большая работа администрации города по недопущению и благоустройству городских лесов. Также помогла нам погода. За обстановкой с пожарами специалисты следят отсюда. Для этого в лесах Братска установлены четыре видеокамеры. В случае необходимости они без потери качества картинки могут приблизить изображение. В ДДС города Братска ежедневно осуществляется лесопожарный мониторинг на территории города. Вся поступающая информация в дальнейшем при выявлении возгораний сообщается на 01. Соответственно, соответствующие службы выезжают на место. Камеры охватывают у нас центральный, подунский район и правобережный. Чтобы охватить всю территорию Братска, в этом году установят еще шесть камер. Их купят по федеральной программе «Безопасный город». Евгения Власюк при содействии телерадиокомпании «Братск». Картофельный вредитель. Черноголовая шпанка атакует корнеплоды огородников при Ангаре. Насекомое борется с саранчой, попутно уничтожая картофельную ботву. Сильнее всего страдают южные районы Иркутской области. Как справиться с черной заразой, подробнее в нашем материале. За стеклом энтомологической коробки пять образцов черноголовой шпанки. Бича огородных корнеплодов при Ангаре – это насекомое. Является так называемым энтомофагом, то есть несет как пользу, так и вред. С одной стороны, оно борется с саранчой, которая из-за лесных пожаров устремилась на зерновые посевы. С другой стороны, шпанка вредит огородам. Сами жуки черноголовой шпанки, они питаются зелеными листьями. В основном, конечно, предпочтительно они – это картофель в наших условиях. Естественно, раз идет объедание листовой поверхности, значит, идет уменьшение ассимиляции листьев. Просто своевременная борьба с черноголовой шпанкой таких особых потерь урожая не может представлять. Бороться с черноголовой шпанкой и клопом-краевиком можно опрыскиванием картофельной ботвы обычными препаратами-отвредителями – карбофосом, искрой или раствором золы. Для человека они безвредны. Если жуки уже на листьях, их можно просто смести веником в горячую воду. Раиса Деева уверена, и к таким мерам можно не прибегать, если вовремя правильно удобрять посевы. Так дачница поступает уже второй год, и вредителей на ее участке нет. Когда садим картошку, мы разводим, у нас зола, у нас печка своя, мы скапливаем золу, просеиваем, ишь, ишь, корлупу яичную, перемалываем и бросаем в каждую лунку. Клубень кидаем и горсточку от золы со корлупой яичной. А мы приехали, купили и начали пахать и садить картофель и все. Может, еще пока не занесли никакой инфекции. Но картошку мы садим свою, мы не покупаем, поэтому, чтобы не было проблем. От саранчи и шпанки страдают в основном дачники, чьи участки расположены в южных и степных районах Иркутской области. В этом году пик активности вредителей. Поэтому даже там, где их нет, специалисты рекомендуют все же обрабатывать посевы для профилактики. А в следующем году, по мнению специалистов Россельхозцентра, таких проблем уже быть не должно. Галина Тюрнева, Олег Федоров, Константин Синицын. Новости сейчас. А дачники Ангарска столкнулись с другим вредителем. В одном из садоводств вирус поразил малину. Ветви кустарника пожелтели, а вместо широких листьев выросли мелкие и сморщенные. Специалисты местного питомника пришли к неутешительному выводу. Вылечить малину невозможно. Не поможет даже обработка химикатами. Ее нужно уничтожить. К счастью, вирус не сохраняется в почве, поэтому на следующий год можно высадить свежие кустарники. Уже практически она полностью пропала. Но ведь у нас еще и садоводство, в которых имеется большое количество посадок малины, и совершенно спокойно может перейти и на другие посадки. Поэтому, чтобы этого не произошло, малину надо всю вырезать. Вырезать полностью не только вот эта вот двухлеточка, но и однолетка, которая идет снизу. Хорошо все убрать. Ничем обрабатывать нельзя, потому что это все совершенно бесполезно. Во второй части выпуска вы увидите. Алтарганас встречает участников фестиваля. Более тысячи человек. В Иркутск прибывают делегации из-за Байкальского края, Бурятии, Монголии и не только. Самые красивые деревни России. Есть, возможно, в Иркутской области. Представители ассоциации смотрели четыре населенных пункта. На что обращают внимание? Все вот улик. 20 команд из Иркутска, Новосибирска, Читы встретятся в Слюдянском районе, чтобы определить лучших в настольных играх. Какие сюрпризы ждут участников, расскажем через несколько минут. Поле 500 заявок было подано на участие в 13-м международном национальном фестивале Алтаргана. Это тысячи конкурсантов. Они будут представлять четыре страны и десять регионов. Впервые в этом году к Алтаргане присоединится республика Саха-Якутия. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на заседании Оргкомитета фестиваля. В нем приняли участие представители основных делегаций из Монголии и Бурятии и Забайкальского края. Кроме того, в дни проведения Алтарганы в Иркутск приедут более ста почетных гостей. В их числе ожидается скульптор Дашин Амдаков, актриса Мария Шантанова и летчик-космонавт, герой СССР Жукдер Демид Гуракча. Это очень серьезное представительство и состав их очень и очень значительный по заслугам, по узнаваемости. Это и заслуженные работники культуры, это и политические деятели, государственные деятели, это известные ученые, спортсмены, художники, даже летчик-космонавт, герой СССР и Монгольской народной республики. И очень интересные, безусловно, и очень узнаваемые такие знаковые личности. Позвольте поблагодарить губернатора Иркутской области и всю его команду с принятием 13-го фестиваля Алтаргана в этом году. И вот мы, насколько знаем, очень хорошо ведется подготовка к данному празднику. И несколько организационных комитетов состоялся и под руководством самого губернатора. Я думаю, что за эти 3-4 дня вы сами убедитесь, насколько здесь подготовлена Иркутская область. Я уверен, что праздник пройдет на хорошем, нормальном, высоком уровне. Творческая мастерская Боисхаланова учредила специальные призы трем победителям абсолютных первенц 13-го международного бурятского национального фестиваля Алтаргана. Им будут вручены национальный лук, традиционный нож и украшения на лошадиную сбрую. Бороться за такие награды будут несколько сотен человек. Они уже прибывают в Иркутскую область. Система продолжит Галина Соболева. Алтаргана принимают не только почетных гостей, но и спортивные и творческие делегации. Большая часть уже прибыла в столицу Восточной Сибири. Освещать фестиваль будут и журналисты из соседних регионов России. Наши коллеги из Забайкальского края добирались почти сутки. Ну да, у гармата где? Ну не надо меня. А некоторые из участников фестиваля приехали в Иркутскую область заранее. Эти скакуны готовятся к предстоящим соревнованиям уже неделю. 8 июля в последний день фестиваля на ипподроме конно-спортивного комплекса Черемушки в скачках выступят более сотни лошадей. Сейчас они адаптируются к новым условиям. Лошадки приехали заранее, чтобы маленько поездить на дорожке, чтобы маленько подпривыкли к трибунам, к самому грунту ноги у лошадей подпривыкли. Во-первых, это специально оборудованные машины, у которых лошади должны менее травматичны. Есть специальные коневозы, то есть разного производства. Импортные, то есть и наши российские машины, которые переделывают под коневоз.